На учебно-лабораторной базе Качагу имени Умара Лиева-Тиберда проходит профильная интенсивная смена «Лето в красках», организованная университетом совместно с Центром выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачева-Черкесии «Спутник». Учащиеся школы региона и студенты второго курса культуры и искусств развивали свои художественно-творческие способности на фоне природы. Подробнее расскажет Алихан Лепшуков. 24 школьника Карачева-Черкесии студенты второго курса Института культуры и искусств Качагу провели две недели в живописнейшем уголке республики Тиберде. Профильная интенсивная смена «Лето в красках» – это возможность развить художественно-творческие способности учащихся. Организаторы отмечают, что это первый такой опыт, который позволит тесно сотрудничать между вузом и школами региона. Надеюсь, что учащиеся, которые прибыли на нашу базу, проходили практику, они придут с хорошими результатами. И в конце у них будет хорошая выставка. Надеемся на сотрудничество нашего университета с детьми, учащиеся со всей республики, талантливые дети. Вот с ними и проводят занятия наши студенты. Студенты и сотрудники Института культуры и искусств Качагу подготовили насыщенную программу, которая включает развивающий досуг, различные мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Для нас это прекрасная возможность развить свои навыки преподавания и отменяться опытом с работниками художественных школ, отмечают студенты. Для нас это очень интересный опыт. Поначалу мы беспокоились, немного даже боялись, но как только мы начали общаться с детьми, и мы нашли, очень быстро нашли общий язык с ними. Дети очень трудолюбивые и ответственные, их работы восхищают. Школьники с особым энтузиазмом принимали участие в образовательной программе профильной интенсивной смены «Лето в красках». Это мероприятие позволит нам повысить социальные и коммуникативные способности, уверяют дети. «Очень интересно, классные вожатые. Мы каждый день куда-то ходим. Если не ходим, то по этой территории очень большой, садимся и начинаем рисовать либо Кавказский горный хребет, либо обычные горы». «Эти горы и в основном местность в Тиберде очень живописная. Как солнышка преподавательница, в городах нам не хватает природы, и вот здесь мы можем через пленэр ею насладиться». Здесь школьники смогут повысить свои знания в изобразительном искусстве и приятно провести время на лоне живописнейшей природы. Али Халеб Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда.